Привет всем! Меня зовут Евгений и вы снова на канале ТМЖ Натан. Друзья, в своих комментариях и сообщениях на мою электронку вы очень часто просите рассказать о том, какие размеры имеют шаблоны для изготовления деревянных бочек. В сегодняшнем видео я расскажу о том, какими шаблонами я пользуюсь, какие они имеют размеры, от чего зависит размер шаблона и в конце, у кого хватит терпения, я покажу вам сделанную мной таблицу, где указаны размеры деревянных бочек, ну почти всех объемов, начиная от 5 литров и заканчивая объемом 225 литров и к каждой бочке указаны размеры соответствующего шаблона. Изготовить любую деревянную бочку проще всего с использованием соответствующего шаблона. Вот такие шаблоны я сделал из куска ламината, который остался после ремонта. Кстати, кому интересно, как сделать шаблон от начала и до конца, ссылочка на видео будет в описании, заходите, подписывайтесь, кто еще не подписался и смотрите. Итак, от чего зависит размер и вид шаблона? Во-первых, от того, что мы хотим сделать деревянную бочку или катку. Если мы хотим сделать бочку, шаблон на нее имеет форму двух усеченных конусов, самой широкой частью посредине и с более узкой частью вверху и внизу. Если же мы хотим сделать катку или кружку, например, из клепок, то наш шаблон будет иметь форму трапеции с более широкой частью внизу и более узкой вверху. Если рассмотреть шаблон для деревянной бочки, то по сути он состоит у нас из двух шаблонов для катки. Один вверху, второй перевернут внизу. Соответственно и форма клепки для катки и форма клепки для бочки существенно отличаются. Для катки у нас клепка имеет форму трапеции, для бочки форму двух усеченных конусов. По размерам. Разница ширины клепки с одной стороны и с другой стороны должна быть в пределах 8-12 процентов. В данном случае у нас разница ширины клепки, что в катке, что в бочке одинаковая и составляет 8 процентов. 100 миллиметров ширины с одной стороны и на 8 процентов меньше, а это число 92 с другой стороны. И аналогично для бочки. В пуке или в самой широкой части ширина клепки 100 миллиметров, в уторах или по краям ширина 92 миллиметра. Для своих бочек я использую разницу между шириной клепки в 12 процентов. Теперь, что касаемо размера самого шаблона. Размер шаблона напрямую зависит от нескольких факторов. Первый фактор это количество клепок, которые мы используем в деревянной бочке. При разном количестве клепок соответственно и ширина шаблона будет разная. Для того, чтобы вычислить количество клепок нам нужно знать всего-навсего наружный или внутренний диаметр деревянной бочки. Данный диаметр мы умножаем на число 314, число Пи и потом делим на количество клепок, которые мы будем использовать. Таким образом мы получаем внутреннюю ширину клепки, если мы используем внутренний диаметр или же наружную ширину клепки, если мы используем наружный диаметр деревянной бочки. Это первый фактор. Второй фактор это непосредственно наклон фрезы на фрезерном устройстве. Если у нас фреза наклонена от работающего, то есть как я сделал свой фрезерный стол. Кстати кому интересно как сделать фрезер для фрезеровки боковой грани деревянной клепки, ссылочка будет в описании. Заходите и смотрите. Так вот, в данном случае фреза наклонена от меня и у меня получается фрезерование и привязка к внутреннему диаметру бочки. Если вы будете использовать фрезу с наклоном на вас или еще есть такой вариант, что фреза находится вертикально, а сам стол регулируется и мы можем задать необходимый нам угол фрезеровки боковой грани, тогда у нас клепка находится с широкой стороной внизу и соответственно привязка получается к наружному диаметру бочки или широкой части нашей клепки. Форма крепления заготовки на шаблоне может быть абсолютно разная. В данном случае я использую вот такие вот горизонтальные зажимы, которые куплены в интернет-магазинах. На моих шаблонах используются зажимы JH201V, то есть это самый маленький зажим, усилие 90 килограмм, я использую его на всех зажимах, на всех, извините, шаблонах. То есть вот самый маленький шаблон, сделанный из текстолита и тут у меня есть самый большой шаблон, который я использую, это шаблон для бочки 50 литров, аналогичные зажимы, справляются со своей задачей на все 100%. Также я вот начал делать из куска текстолита шаблон для катки объемом 20 литров, но он еще не доделан, то есть аналогично сделается такое основание. Сюда будут смонтированы на болтах два упора вот таких и прикручены горизонтальные зажимы. И таким образом будет производиться фрезеровка боковой грани клепки для катки объемом 20 литров. Самый маленький шаблон, которым я пользуюсь, это шаблон на деревянную бочку объемом 0,5 литра. Вот данная бочка, это последняя моя работа, душевная, делаю ее долго, не спеша, еще не заливал, скоро залью и в принципе такой же шаблон можно сделать и на бочку объемом 100 литров, 150 и 200, лишь бы вам позволял ваш фрезерный стол работать с такой длиной шаблона. Друзья, ну и напоследок я показываю вам сделанную мной таблицу, таблица размеров деревянных бочек и шаблонов для изготовления клепок деревянных бочек. Табличка сделана на трех языках, русском, английском и испанском. И в данной табличке я постарался внести всю необходимую информацию, которая нужна и которая используется как для расчетов, так и для изготовления деревянной бондарной посуды. Вместительность бочек, тут бочки от 5 до 225 литров, количество клепок, которые используются при изготовлении бочек и для данных расчетов, то есть при другом количестве клепок и расчеты соответственно будут другие. Размеры шаблона, длина шаблона, ширина шаблона в самой широкой части, ширина шаблона в уторе или в самой узкой части по краям. Также размеры бочек, высота бочки, диаметр в самой широкой части или в пуке, диаметр в уторе и еще некоторые прочие размеры, которые тоже необходимо знать, а именно расстояние до уторного паза от кромки бочки, ширина и глубина уторного паза, толщина клепки, которую используем при изготовлении бочки и угол боковой грани деревянной клепки. Данный угол, как я уже сказал, зависит от количества клепок, которые мы используем в деревянной бочке. Дальше в видео я сделаю паузу, там будет выставлена фотография данной таблички, вы можете установить и сфотографировать или переписать данную таблицу. Друзья, сегодня я рассказал вам все, что сам знаю о шаблонах для изготовления деревянных бочек, рассказал какие у меня существуют шаблоны, рассказал от чего зависит размер и форма шаблона и в конце показал вам табличку, которую я сделал и в которую внес все размеры бочек и все размеры шаблонов для изготовления деревянных бочек. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!